Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 10 августа, в прадании святых мучеников, Лаврентия Архидиакона и Фикста, Папы и прочих с ними. Пятой Папа Сикст, или Сикста, по-прежим, Ксиста, Производит выглаженный, выполированный, или копье. Другие производят латинское слово Сикста, твердо устоящее, твердо поставленное. Быть в вашем месте со своим клиром и заключен в народную тюрьму, правителем римским валерианом, в то время, когда царь Беки с торжеством возвращался в Рим после победы над персами. Святой Сикст родился гречицем в городе Афина. Сначала он был философом, а потом стал учеником Христовым. Когда он пришел в Рим, то оказался как человек мудрый и благочестивый, весна полезным членом Церкви Христовой. И здесь, в течение более времени и продолжительного времени, он проходил различные иерархические степени. По убедению за исповедание святого Папы Стихану, на его место, как на верную смерть, был возведен святой Сикст, в котором и не было Папы, которого виновало вся сострадание. Когда святой Папа Сикст вместе с клириками и другими христианами находился в темнице, в Риме за Христа мучили двух персидских князей – Абдона и Синиса. Их, как пленников, Дейки принес с собой Иваковых. После их мучилической кантины царь, Дейки и Валериан приказали привезти к ним ночью святого Папы Сикста в храм, известный под именем Селиды. Когда постные пришли за Папой Синиса, он сказал христианам, разделявшим с ним узы, «Братья и присты мои, не бойтесь временных мук. Помни, те великие мучения, какие для получения женсовестной жизни претерпели до нас святые. Сам Христос пострадал ради нашего спасения, оставляя нам пример для подражания. Не бойтесь пострадать за Христа, чтобы вместе с ним во царице». Если с Папой были взяты два бьяка, населись в Сусу и Азапит, они были поставлены перед Дейким и Валерианом. «Знаешь ли ты, — обратился до этих Папе, — по какой причине ты взяты представлен перед нами?» «Но мне это очень хорошо известно», — ответил Папа. «Если знаешь, сказал Саня, поступай так, как поступают другие на твоем месте. Этим ты сохранишь жизнь в себе и увеличишь число твоих клириков». «Действительно, — подтвердил Папа, — я постоянно заботился об увеличении клира». «Когда принесли жертву Бога на повечесной части над своими грехами», — предложил Царь. Святой Фикс возразил на это. «Я всегда приношу чистую и корочную жертву, святым ему Богу Отцу, Сыну Его, Господу нашему Иисусу Христу и Духу Святому. «Мы все дим, твою старость, — продолжал увесевать Папа Царь, — пожалею и ты себя самого и клир твой, чтобы избавить его от смерти». До сих пор отвечал Святой Фикс, «Я заботился и сейчас заботиться как о себе, так и о книге моем, чтобы вместе с собою всех иститить и избавить от вечной смерти». «Ведите его, — приказал Докий Волен, — в храм Марса, — пусть принесет там жертву. Если он не сделает этого, то заключите его в особую темницу — Мамертинову». Святого Папа Царь с Диаконом привели в храм Марса и стали убеждать привести жертву. Он же сказал на это воинам. «О, ослепленные дьяволами всякого сожаления достойной леди! Зачем поклоняйтесь немылим и глухим идолам, которые не могут оказать помощь через себя ни другим? Послушайте меня, дети мои, покайтесь, чем избавите души свои от вечных мук». Но они, исполняя приказание царя, отвели Папу и Диакона во Мертинову Семислу. Святой Архидиакон Лаврентий увидел, что Папу ведут к тюрьму, воскликнул, обращаясь к нему. «Куда идешь, Отец мой, без сына своего? Куда, святой Архиерей, спешись без своего Архидиакона? Ты никогда не совершай без моего сослужения бескровной жертвы! Чем же это я теперь прожнял Твое милосердие? Разве я же не достоин того, чтобы находиться с Тобой вместе? Разве Ты не знаешь меня, как всегда, покорного тебе служителю? И если я участвую с Тобой в принесении божественных таян, так почему не участвую вместе с Тобой и стролите своей кровью за Христа? «Возьми же, Отец мой, сына своего с Тобой, и не оставляй учитель, ученика Твоего. Принеси меня, жертву Богу, как Авраам, сына своего Исаака, и как Верховный апостол Петр, первого Архидиакона Стефана. И после того уже, как увидишь меня приявшим в мутинический денек, сам приступай к нему». Святой Фикс отвечает ему, «Я не покидаю тебя, сын мой, но сохраняю для больших мучений. Тебе предстоят за веру Христу большие подвиги. Я уже старый, поэтому выхожу на более легкую борьбу. Тебе же должны обнаружить над влючителем более славные победы и торжество. Не плачь, знай, что спустя три дня после моей смерти ты, Ильи, пойдешь за своим священником. Тебе не нужно на него присутствовать для твоей поддержки». Илья оставил Елисея, но не лишил его чудодейственных сил. «Иди, воспользуйся этим временем, раздай по собственному усмотрению церковные сокровища, истин и нуждающимся». Тебе за верунки повиновался, взяв все церковные сокровища, не исключая ее утвари. Он ходил по городу, расискивая скрывающихся кривиков и убогих христиан и помогал им по мере их нужды. Так он пришел на гору Хелион, где нашел жилище одной вдовы со дня смерти мужа, которое прошло уже 32 года. Эта вдова по имени Кириакия укрывала у себя многих христиан вместе с их пресвятерами и клириками. Святой Лаврензий принес сюда ночью серебра, одежд и других необходимых предметов и стал умирать ноги как священнослужителям, так и остальным христианам. Вдова же Кириакия, поклонившись ему в ноги, сказала «Умоляю тебя, раб Христов, возложи руки твои на мою голову, которая у меня страшно болит». Святой Лаврензий отдал ей толотенство, которое вытирал ноги, и возложил на голову ее руки, сотворив крестное знамение, и сказал «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, будь здраво». И тотчас сдавая, избавилась от своей болезни. В ту же ночь святой Лаврензий вошел в местность города, известную под именем Канарийская, и тут в доме одного христианина по имени Наркиса встретил много христиан. Он умыл ноги и им, уделив от церковных сокровищ на их нужды. Здесь находился один слепой христианин. Он с плачем обратился к святому. «Положи твою руку на мои глаза, чтобы мне видеть свое лицо». Святой Лаврензий сказал «Господь наш Иисус Христос, отверший очи слепому, да просветит тебя». С этими словами он сотворил крестное знамение на очах слепого. Последний тотчас прозрел ее, возрадовался, видя лицо святого Лаврентия. При выходе отсюда святой узнал, что в Непотеановых пещерах скрывается множество христиан. Он направился туда, захватив с собой серебра на их нужды. Здесь он нашел до 73 христиан, считая женщин и мужчин. Тут присутствовал святой преситель Иустин. Умыл ноги христианам и раздав последние деньги, святой Лаврентий удалился. Услышав, что святого папу Сикста вместе с двумя диаконами повели на суд в храм Килюды, святой Лаврентий посвешил туда, желая увидеть, что там будет. Когда папа повелился на судилище перед Декием и Валерианом, то царь сказал ему «Жалея старость твою, мы желаем тебе добра. Послушай нас и принеси богам жертву». «Пожалейте выше себя», — отвечал святой Сикст, «и не хулийте Бога Небесного, а расстайтесь в пролитии крови святых, чтобы окончательно не погибнуть». От этих слов Деки пришел сильнейший гнев и сказал Валериану, «Если его не уничтожат из числа живущих, то никто не будет повиноваться властям и слушаться их». «Предать его смерти», — отвечал Валериан. Тогда диаконами воскликнули, обращаясь к мучителям, «Ой, если бы вы, недостойные, послушали увещания нашего отца, этим вы избегли бы ожидающих вас вечных мук». «Долго любой», — сказал Валериану, — «не жить и угрожать нам муками». «Любите их в храм Марса, пусть принесут жертву». «Если же они не вспомнят этого, так цепите им головы». Храм Марса находился за городской стеной, перед аппиевыми воротами. Когда святую привели сюда, святой Сикс произнес, глядя на храм, «Да сокрушить тебя, Христос, Сын Бога Живого!» Не успели присутствовавшие при этом христиане сказать «Аминь», как началось взаимотрясение. Часть храма обрушилась, и находившийся в нем идол разбился. Святой же Лаврентий воскликнул святому папе, «Не оставляй меня, Отец мой! Я же раздал порученные мне тобой сокровища!» Воины успехала сокровища, схватили святого Лаврентия и не отпускали его. А святого папу вместе с диаконами предали смерти на пригорке перед храмом, оставив тела их непогребенными. Когда наступила ночь, пришли тряснители с диаконами и остальными, христианами, и взяли честные тела, папу положили в гробнице, находившейся в усыпальнице Каллиста, а диакона в усыпальнице Протекстата. Мусеническую кончину за Христа святой папа Сикс и диаконы его, сели Ци, Сим и Агапит, потерпели шестой день месяца августа, в 258 году. Самое древнейшее свидетельство о мучительской кончине святого Сикс и о почитании его как мученика находится у святого Киприяна в письмах к Суксессу, 80-е или 82-е. Святой Киприян пострадал через пять с половиной недель после Сикста. По убиению святого Сикста воины повели святого Лаврентия к столу и сказали ему, «Мы сходили архидеакона Сикста». Он получил от епископа сокровища и не распрятал его. Услышав о сокровище, царь очень обрадовался и, призвав к себе святого Лаврентия, сказал ему, «Где сокровище церковное, которое ты спрятал?» Святой Лаврентий ничего не ответил на это. Когда Деки передал его литарху Валериану со словами, «Разведывай у него о церковных сокровищах и заставь его поклониться богам». Если же он не откроет сокровища, не поклонится богам, то пусть погибнет в мучениях. Валериан, взяв святого Лаврентия, отдал его для заключения в темницу военачальнику Ипполиту, бывшему в то же время и смотрителем тюрьмы. Ипполит затворил святого Лаврентия в темнице, где уже находились и другие узники. Среди них был один грех по имени Луцибий. Он содержался в тюрьме очень долгое время и от постоянного плача сделался слепым. «Веруюсь», — сказал ему святой Лаврентий, «Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, и крестись, он возвратит в себе зрение». «Я уже давно имею желание креститься во имя Христова», — отвечал слепой. «Веруешь ли от всего сердца?» — спросил святой Лаврентий. Слепой с плачем отвечал, «Я верую в Господа Иисуса Христа, отрицаю с отцу и пиши двое, призираю их». Ипполит терпеливо выслушал разговор святого Лаврентия со слепцом, желая убедить, отверзутся ли действительно очень слепому, и как совершится это чудесное событие. Святой же Лаврентий огласил Буцелия и благословил воду к кресту в него. И получав отверзость очень слепого, он воскликнул громким голосом, «Благословен Господь Иисус Христос, вечный Бог, даровавший мне зрение». Услышали об этом чудные другие слепцы и стали приходить к темнице и ко святому Лаврентию, а он, возлагая на них в глазах крестным знаменем руку и, призывая имя Христова, возвращал им зрение. Все это возбуждало бы полить и невольное удивление. Спустя некоторое время он сказал святому, «Покажи мне церковное сокровище». «Если ты веруешь», — отвечал святой Лаврентий, «по всесильного Бога Отца и Сына Его Господа Иисуса Христа, то тебе откроется сокровище и дастся жизнь вечная». «Если на самом деле исполнится то, что ты говоришь, то я исполни все, что ты делишь», — сказал Ипполит. «Послушай меня», — продолжал святой Лаврентий, «и поскорее исполни то, что тебе посоветую. Отрекись от глухих и не лишивая, вы крестись». Ипполит согласился и вел святой Лаврентий и стерни к себе домой, дав Ипполиту наставление относительно святой веры и огласил его, святой Лаврентий совершил на один святое крещение. «Я вижу», — сказал Ипполит по крещению, «безгрешные души в великой радости» — это и были те именно сокровища, которых предсказывал ему святой Лаврентий, что они будут открыты для него. Во время крещения Господь в дивном видении показал ему небесное блаженство. «Заклинаю тебя», — обратился потом Ипполит, в просьбе ко святому Лаврентию, «Господом Иисусом Христом, крести весь мой дом». И святой Лаврентий крестил в доме Ипполита 19 человек, как мужеского и женского пола. В это время Ипполиту передали из реказани, чтобы он вел святого Лаврентия к Валериану. Ипполит передал об этом святому Лаврентию, и тот сказал, «Пойдем, как мне, так и тебе готовится мученический венец». «Когда они вовы появились перед Валерианом, последний сказал святому Лаврентию, «Оставь свое упорство и покажи нам сокровища, которыми, как говорят, ты владеешь. Дай мне время на два или на три дня, и я открою тебе сокровища», — предложил ему святой Лаврентий. «Я вверяю тебе и на три дня», — обратился Валериан Каполита, и отпустил святого Лаврентия. Святой же Лаврентий в эти три дня собрал в дом Ипполита множество нищих, вдовиц и сирот, слепых, хромых и больных. Когда же прошло три дня, он привел всех их к Деке и Валериану, которые находились в солистевой палате. Вот в них обратился святой Лаврентий к Деке и Валериану, которых вы сейчас видите, как в сосудах заключены вечные сокровища. И кто влагает свои имения в эти сосуды, тот с избытком снова получает его в Царстве Небесном». Престиженный этим поступком святого Лаврентия, Деке и Валериан весьма разгневались, но уже более не расспрашивали его о сокровищах, а стали принуждать идолопоклонству. «Чего ты строишь козню?» сказал Валериан. «Принеси Богом жертву и брось свое волхование, на которое надеешься». «Зачем вы позволяете дьяволу научать вас принуждать христиан к поклонению бесам?» спросил святой Лаврентий. «Посудите сами, справедливо ли поклоняться сделанному человеку, идолу, живущим в нем бесам, забывая Бога Небесного, Создателя всего видимого и невидимого?» Придя в Ярость, Саль приказал обнажить святого, простереть его на земле и бить скорпионами. Скорпионом называлось орудие для пыток. Это тонкая железная палка с острыми зубцами. Святого мученика били так жестоко, что его кровью обогрелась земля. Сам жадокий в это время говорил, «Не хули богов, не хули!» Святой же Лаврентий, перенося удары, отвечал, «Я благодарю Бога моего, что Он удостоил меня сделать соучастником в тех страданиях, какие претерпели рабы его, святые мученики. Ты же несчастный, ослеплен безумием и яростью своей». Тогда Бекки приказал прекратить мучения и поднять с земли святого Лаврентия. Затем он велел принести и поставить перед ним железный обер, доски, оловянные прутья и другие орудия для мучений. Указывая на все это, он говорил, «Все послужит для твоих мучений, если ты не принесешь богам жертвы». «Я давно желал, как пиршество подобных мучений», отвечал святой Лаврентий, «они для вас мучения, а для нас слава». Если эти мучения, издевая хадеки, для тебя составляют пиршество и славу, то скажи нам, где скрываются и другие подобные тебе христиане? «Их бы привести сюда, пусть пиршествуют вместе с тобою». «Нечестиц», отвечал святой Лаврентий, «не достоинный того, чтобы видеть тех имена, которых написаны на небесах». После этого царь приказал ввести связанного мученика и вере в дворец, куда направлялся и сам. Придя сюда, он сел в храме Дия и приказал привести к себе святого Лаврентия. «Скажи нам», сказал он, «где скрываются нечестивые христиане, чтобы мы имели возможность очистить от них город? Сам же ты поклонись богам и не надейся на сокровище, которое утаиваешь». «Я не открою тебе рабов христовых», отвечал святой. «На сокровища же я не напрасно уповаю, они мне хорошо известны». «Не думаешь ли избавиться от мук золотом или серебром?» спросил царь. «Я раб Христов», отвечал мученик, «и на него возлагаю всю мою надежду. Мне известны те небесные сокровища, которые уготовал мне и всем рабам своим Христос, Бог мой». Разгневанный царь велел бить святого палецами, обжигая ему бока раскаленными железными досками. Во время этих мук святой Лаврентий молился Богу. «Господи, Иисусе Христе, Боже, от Бога, помилуй меня раба Твоего. Но меня клеветали, но я не отрекся от Тебя. Меня спрашивали, и я исповедал Твое пресвятое имя». Потом дайки приказал бить мученика оловянными прутьями. И святой Лаврентий воскликнул при этом. «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда с неба ему раздался голос. «Еще многие страдания тебе предстоит претерпеть». Этот голос слышали все. Деки же предяв неистовство громко закричал. «Мы же римские народные собрания! Вы слышите голос бесов, утешающих этого волхва и святотатца, которые не почитают богов наших, не слушают меня, царя, и не боятся мук». И затем он приказал опять протянуть святого Лаврентия и снова бить его скорпионами. Но святой мученик смеялся над муками, посрамляя Декия и молился, говоря, «Благословен ты, Господи Божий, Отец Господа нашего Иисуса Христа! Благодарю тебя за то, что ты оказываешь нам недостойным свою милость, но даруй мне и благодать твою, что присутствующие здесь и смотрящие на меня познали, что ты утешитель и рабов своих». Во время этой молитвы один из воинов, присутствовавший при мучениях по имени Роман, уверовал во Христа и воскликнул громким голосом, «Святой Лаврентий, я вижу присветлого юношу, который стоит около тебя и отирает язвы и все тело твое, и заклинаю тебя Господом Христом, пославшим тебе своего ангела, не покидай меня!» Гайки сказал Валериану, «Мы побеждены этим волхвом!» И приказал отвязать мученика от дыбы, он отдал его и политу в тюрьму, а воин Роман принес полный водонес с водой ко Святому Лаврентию, упал к его ногам, со слезами умоляя, чтобы он крестил его. Когда он был крещен, неожиданно пришли другие воины, взяли его и отвели к царю. Он же, прежде чем начали даже спрашивать воскликсу, «Я христианин!» Царь тотчас же приказал обезглавить его, когда Романа отвели за город через Саларийские ворота и отсекли ему голову. Это было в девятый день августа месяца. Тело этого, вышел помянутый пресвитер Иустин, взял ночью и с честью предал погребению. В ту же ночь дыбки Валериан находились в олимпиадских банях недалеко от дворца фолистии, приказали приготовить судилище для представления святого Лаврентия на последние испытания. Вместе с этим они умели приготовить и все орудия для мучений. Узнав об этом, Итолит начал плакать. Святой же Лаврентий утешая говорил ему, «Не плачь обо мне, лучше радуйся, так как я иду получить славный мученический венец». «Почему я не могу закричать при тебе я христианин, чтобы умереть вместе с тобой?» спросил Итолит. «Затаи имени, сказал святой Лаврентий, свое исповедание в сердце. Спустя немного времени я позову тебя, ты услышишь и придешь ко мне». Когда царь вместе с Валерианом сел на судилище, к нему привели святого мученика Лаврентия. «Оставь свое волшебство, сказал ему Декий, и открой нам, какого ты рода?» «Я родился, отвечал святой, в Испании. Воспитание получил в Риме. Из самых пеленок христианин. С детских лет я уже был научен закону Божию». «Это ли ты, спросил царь, называясь законом Божиим, чтобы не почитать богов и не бояться мук?» «Закон, которому я научен, отвечал святой, открыл мне и заставляет почитать Бога моего, Господа Иисуса Христа. Укрепляемые его именем я действительно не боюсь мук, которыми ты мне угрожаешь. «Принеси жертву Богам», сказал царь, «если же не сделаешь этого, то тебя будут мучить всю ночь». Святой Лаврентий сказал на это, «Моя ночь не темна, но вся сияет светом». Мучитель приказал бить камнем святой Лаврентия в уста. Святой же мученик еще более укреплялся духом, посрамляя царя и благодарил Бога. «Принесите железный одр», сказал декий, «пусть возляжет на нем в эту ночь гордый Лаврентий». И принесли одр, представлявшую собой железную решетку. Его поставили перед декием и валерианом, а потом положили на него обнаженного святого мученика, подложив под одр горячие уголья. При этом слуги прижимали сверху «принеси жертву богам», сказал царь. «Я себя самого», отвечал мученик, «принес сокрушенным духом в жертву моему богу, как благовонное курение». В это время слуги еще более разводили огонь, все сильнее накаливая одр. «Знай несчастный», обратился мученик к царю, «что эти горячие уголья готовят мне прохладу, о тебе вечные муки. Знает Господь мой, что я оклеветанный за исповедание его святого имени, не отвергся от него, но спрошенный сказал, что я христианин, и теперь находясь на огне, воссылаю ему свою благодарность». «Где тот огонь, которым ты нам угрожал?» спросил Валериан. «О, безумный и ослепленный», отвечал святой, «Знайте, что эти уголья, на которых вы меня сжете, душе моей служит прохладою, а вашим душам уготовляет неугасимый огонь». Все присутствующие удивлялись жестокости царя, который приказал испечь живого человека. святой Лорентий говорил с просветленным лицом «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что ты укрепил меня». И, подняв глаза, Надеки и Валериана сказал «Вот, окаянная, вы уже испекли одну сторону тела моего, поворотите его на другую и ешьте испеченное». Потом сказал, славя Бога, «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сподобил меня войти во врата Твои». С этими словами он испустил дух. Деки и Валерианы увидев, что мученик скончался со студом, ушли оставить тело на одре. Ипполит же похитил до восхождения солнечного честного и многострадального тела святого мученика, обив его плащаницей с ароматами. Он дал знать святому пресвителю и Истину. Последний точек пришел к Ипполиту и оба отнесли тело к вышеупомянутой вдове Кириакии. Здесь оно оставалось до вечера и весь этот день они постились проливая слезы. Поздним вечером при многочисленном стечении христиан со слезами отнесли тело в пещеру находившуюся на земле подлежавшей вдове. Совершу здесь всеночное моление с честью похоронили мученика. Святой Пресвитер Истин совершил божественную литургию и все приобщились при чистых таям тела и крови Христовых. Святой мученик Лаврентий окончил свою страдаческую жизнь в 10-й день августа месяца. Святой же Ипполит потерпел страдания вместе с другими на 3-й день после Святого Лаврентия, о чем на своем месте будет сказано пространнее. Да будет за все это слава Богу нашему во Святой Троице славимому ныне и пресно и во веки веков Аминь. Святой Лаврентий скончался мученически в 258 году. Богу нашему слава во веки веков Аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры